Здарова, ребята! Вот и состоялся первый день WWDC-презентации, на которой нам показали очень много чего интересного. В этом видео давайте с вами об этом поговорим. Естественно, перед началом видео прошу вас подписаться на наш Telegram-канал. Там самые быстрые оперативные новости из мира Apple, ссылочка в описании. MacBook Air 15, первое, с чего начали на этой презентации, это было ожидаемо. Очень много было разговоров и слухов на эту тему. И вот Apple показала, давайте скажем так, старшую модель MacBook Air. В нем точно такие же технические характеристики, точно такие же цвета. В общем, это точно такой же компьютер, как и MacBook Air на 13 дюймов, только теперь сделали 15 дюймов. Дальше нам показали обновленный Mac Studio. Собственно, в него добавили M.2 Max и M.2 Ultra процессор. И точно такой же дизайн остался. Подкрутили, как я уже сказал, начинку. Также обновили Wi-Fi и Bluetooth. У Apple остался всего лишь один компьютер, который работает на базе Intel. Это Mac Pro. И на этой презентации его тоже обновили. Оставили точно такой же дизайн и добавили процессор M.2 Ultra. Сделали больше портов USB-C Thunderbolt, для того, чтобы было можно больше подключать всяких различных периферийных девайсов. Также в этом компьютере есть PCI-слоты, в которые можно подключать различные средства, как говорится в пресс-релизе. Но не говорится о том, какие средства. Ну, по крайней мере, я информацию не нашел. Идет сразу первая мысль, что если у вас есть PCI-слот, значит можно воткнуть какие-то графические карты, видеокарты. Ну, опять же, пока я никакой информации не нашел, но имейте в виду. iOS 17, наверное, такое оставило сумбурное впечатление, скажу честно. Во-первых, выпилили поддержку iPhone 8, 8 Plus, iPhone X. И это для меня стало, наверное, самым большим вопросом. Потому что, посмотрев на нововведение iOS 17, я не увидел там ничего такого, чтобы не потянул те же самые 8 или 10, 8 Plus. Они, в принципе, работают на одном железе. Так что теперь начинается поддержка от iPhone XS и выше, ну и SE второго поколения, соответственно. Нового в iOS 17, казалось бы, исходя из того, что нам показали на презентации, не так уж и много. Но, зная по себе, нужно, конечно же, в ней копаться. И что вы думаете, я поставил бета-версию уже сразу после того, как я закончу это видео, смонтирую. Сразу сяду за тест iOS 17 на своем iPhone XS. Кстати, можно будет даже снять видео о том, как установить iOS 17. Если вам это нужно, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Обновили приложение iMessage, добавили туда какие-то крутые стикеры, добавили возможность быстрого ответа. В общем, очень, конечно, все это здорово. Из iMessage пытаются сделать какой-то свой месседжер. Но, к сожалению, на мой взгляд, пока он не станет сторонним приложением, которое можно будет установить на те же самые Android телефоны, на Windows компьютеры, то iMessage такое себе. Переработали контакты. Теперь они называют это карточки контактов. Конечно, выглядит очень круто, очень свежо. И это, наверное, действительно то, что мы хотели, что я хотел, в первую очередь, какой-то некий свежести системы. Airdrop был немножко прокачан. Здесь тоже очень классное нововведение. Теперь можно будет делиться своим контактом с другим человеком, не диктуя ему свой номер телефона, а просто поднесите свой iPhone к его iPhone, и вы обменяйтесь тем самым своими данными. Это очень круто. Airdrop также стал работать еще более лучше. Теперь все передается гораздо быстрее, стабильнее. Это тоже очень важный момент, потому что я, когда снимаю шорты, опять же, снимаю их на iPhone, перекидываю их на Mac. Иногда бывают сбои, крайне редко, но бывают. И в iOS 17 должно это работать лучше. В FaceTime теперь можно оставлять видеосообщение. Это очень здорово. Когда вы звоните по FaceTime, и там никто не берет трубку, такое бывает, то можно оставить ему некое такое голосовое сообщение в виде видеосообщения. Это прикольно. Когда вы ставите свой телефон на зарядку, то можно активировать такой некий режим ожидания, в котором будут отображаться часы, календарь, всякие вот эти важные интересные вещи. Но, наверное, если у вас не iPhone 14 Pro, 14 Pro Max, эта фишка не очень интересна, потому что здесь нужен OLED-экран, и это как раз-таки будет, наверное, некоторых людей, возможно, подталкивать на обновление своих устройств. Выглядит это очень круто, особенно ночью, когда вы выключаете свет на экране телефона, загорается вот эта вот вся нужная информация и создает такой некий уют. Мне кажется, это очень крутая штука, и она, как бы, знаете, должна была быть еще на старте продаж iPhone 14 Pro Pro Max. Siri также немножко проще стало теперь вызывать. Не нужно говорить эту фразу длинную «Привет, Siri!», достаточно простая от Siri. Она теперь отзывается именно на этот позывной. Ну и также добавили совершенно новое приложение «Дневник», но, мне кажется, этому приложению нужно дать время, чтобы нейросети там и от Apple немножко над этим поработали. И, собственно, это приложение может действительно стать очень интересным. Оно может нам подсказывать, что нам нужно делать для того, чтобы не впасть в какую-то там депрессию. В общем, очень интересно. Смотрим, как это будет работать. iPadOS 17, естественно, получит все те фишки, которые получает iOS 17, но немножко больше. Поддержка нового iPadOS начинается с iPad Pro 2-го поколения, iPad Air 3-го, iPad 6-го и iPad mini 5-го поколения. В новой версии операционной системы для планшета также пришел новый экран блокировки. Собственно, он точно такой же, как и в iPhone на iOS. И это, опять же, на мой взгляд, нужно было делать в прошлом году. Ну да ладно, сделали и замечательно. Конечно же, за счет того, что здесь большой экран, можно будет докинуть виджеты. И это будет действительно смотреться круто. Также добавили в iPadOS интерактивные виджеты. Это, наконец-то, теперь с iPad будет взаимодействовать и получать информацию гораздо интереснее. Все-таки интерактивные виджеты. Это интерактивные виджеты. Опять же, на iPhone они тоже доступны. На iOS 17 это будет работать. Также прокачали работу с PDF-файлами на iPad. Теперь стало работать гораздо удобнее. Добавили новые фишки. Но, опять же, на мой взгляд, все-таки iPad это больше такой потреблять контент. Ну, опять же, теперь можно еще и PDF-файлы как-то очень круто и с ними работать. Ну и добавили приложение здоровья, точно такое же, как и на iOS. А теперь приложение здоровья будет на большом экране. И это очень круто. Я этим пользуюсь, стараюсь следить за своим здоровьем. И теперь все данные, которые у вас есть с Apple Watch и на iPhone, они будут также синхронизироваться и с планшетом. Это очень круто. Mac OS 14 теперь называется Mac OS Sonoma. И я не перестаю удивляться тем названиям, которым Apple присваивает своим операционным системам, касаемо Mac. Кстати, вот это обои с новой Mac OS Sonoma. Обязательно перейти в наш телеграм-канал. Там есть и вот эти обои, и обои с iOS 17. Ссылка, как я уже сказал, в описании. Mac OS 14 действительно очень маленькое обновление. Скорее всего, все те фишки, которые есть в iPadOS и в iOS 17, они также переходят и на компьютеры Mac. Теперь это виджеты интерактивные. Точно так же они добавлены, и их можно закреплять на рабочем столе. Действительно, этого мне конкретно, мне не хватало. Когда вы будете закреплять свой виджет и открывать поверх него какое-нибудь приложение, ну, например, давайте возьмем Safari, то этот виджет как бы немножко так будет прозрачно затемняться. Это очень круто. Ну и также Safari это самый быстрый браузер, как они сказали. В нем теперь есть и профили. Можно устанавливать для каждого профиля свои вкладки, свои настройки. Тоже очень интересно. Но, как я уже сказал, Mac OS 14 не такое прям крупное обновление. Будем надеяться, что, опять же, производительность осталась на хорошем уровне, и автономность тоже не испортили. Про HomePod OS ничего не сказали. Про TVOS показали немного переработанный интерфейс пункта управления. Да, вроде как здорово, но нужно этим пользоваться. В основном, как бы, TVOS это такое. Включил, посмотрел, выключил. И я ждал, что в TVOS будет переработано приложение Apple TV+, чтобы было более как-то комфортно смотреть. Но, блин, что-то тут пошло не так. В итоге, такое достаточно минорное обновление. Также Apple показала новую прошивку для AirPods. И это очень интересно. Там появилась вся новая функция, которая называется адаптивный звук. И это действительно крутая штука. Объясню вкратце, что это такое. Например, вы идете в AirPods, включили музыку, включили шумодав, и сзади едет какой-то велосипедист. И когда он вам побибикает, вы услышите это бибиканье более отчетливо, нежели так, как это реализовано сейчас. Естественно, вы отойдете. То же самое касается машин, то же самое касается какой-то там еще вот такой вот серьезной техники. Ну, а если просто кто-то там что-то сверлит, вы это слышать не будете. Также вы будете слышать человека, который с вами говорит. То есть, AirPods будут автоматически понимать, какие звуки надо отсеивать, и какие оставлять. Это очень здорово. WatchOS 10 порадовало тем, что они не перелопатили абсолютно все. Добавили, естественно, новый интерфейс. И тот, который был у нас, собственно, на утечках, на каких-то рендерах, он и плюс-минус такой и оказался. Мне очень понравилось, что там есть такой некий эффект размытия и какие-то фишки с iOS в плане дизайна приходят на WatchOS, на наши часы. Это здорово, но, опять же, этим нужно пользоваться. И очень хорошо, что Apple не переработала это все в ноль, как, например, все этого хотели и ждали. Да, появились классные вот эти вот виджеты такие же, можно их, наверное, так назвать с натяжкой. Но общая концепция пользования часами осталась на прежнем уровне. После того, как нам показали WatchOS 10, вроде как передали слово Тиму Куку. И я такой думаю, что это все. То есть, если сейчас он скажет, да, все, спасибо, на этом мы заканчиваем, то можно, на самом деле, было вообще все сворачивать и ничего, в принципе, такого интересного нет. Но Тим Кук сказал коронную фразу, у нас еще кое-что есть для вас. И, собственно, показал то, увидев это, моя жизнь никогда не будет прежней. 3,5 тысячи долларов стоят очки виртуальной реальности от Apple. И когда я начал смотреть то, что нам показывают, у меня просто отвалилась челюсть. У меня побежали глаза в разные стороны. Я думал, это действительно так. То есть, все, что показал нам на презентации до этого, уже было неинтересно. Я уже про все забыл. И в глазах были только вот эти ролики, которые показывают Apple касаемо того, как работает ее вот этот новый продукт. Очень меня впечатлил дизайн этой штуки. Конечно, в ней гулять особо не пойдешь. Ну, наверное, по крайней мере, в этой версии этой гарнитуры. Это больше такое домашнее устройство. Сделано из алюминия и стекла. И, конечно же, все в стиле Apple. Все очень красиво, все очень душевно, дорого, богато. В нем есть внешний блок питания. Здесь тоже очень было много разговоров. И я, если честно, вообще не расстроился. Да, красиво, аккуратненький блок питания, который помещается в ваш карман. Можно, конечно, было придумывать его в этих очках, но тогда увеличился бы ее вес. Порадовало то, как этим устройством можно управлять. То есть, Apple не стала изобретать какие-то там контроллеры, какие-то там сторонние вот эти штуки. А достаточно просто все это делается. Вы можете либо клавиатурой, либо трекпадом-мышкой управлять этим от Mac, либо, собственно, зрением и пальцами. Это очень круто. Это просто Next Generation Technology. И, действительно, даже посмотрев после презентации на цену, 3,5 тысячи долларов. В принципе, ну не так и дорого. Apple показала, как мы можем использовать эту штуку. И здесь действительно то, что я и хотел. Можно играть. Да, там прилетели, значит, Death Stranding на Mac. Я забыл, кстати, об этом сказать. Но ничего страшного. Apple начала двигаться в сторону гейминга. В Mac OS, напоминаю, там есть гейм-мод, который стоит еще поизучать. Ну, у нас много будет времени. Опять же, журналисты нам все это расскажут. Гейм-мод на Mac OS. Ну, и также теперь приходят всякие Marvel штуки в этот VR. Disney будет с этим работать. Подключайте контроллеры от Xbox, от PlayStation к своим очкам и погнали. В общем, можно играть в Apple Arcade, естественно. Но я думаю, что сторонние разработчики тоже к этому подтянутся. Также для просмотра контента эти очки идеально подходят. И, наверное, телевизор уже можно будет продавать после того, как вы купите эти очки. Вы ложитесь на диван, открываете, значит, собственно, приложение, которое вы смотрите. Я уверен, что не только Apple TV Plus будут поддерживать. И, собственно, в 4К делаете суперобъемную картинку. Лежите и кайфуете. Это, блин, вообще просто какой-то действительно новый уровень. Ну, и, естественно, по этим очкам можно будет звонить. FaceTime, Zoom, там вот эти все приложения будут поддерживаться. И это действительно будущее. Я не знаю, что тут сказать. У меня действительно переполняли эмоции, когда я смотрел именно вот эту часть презентации. Это действительно что-то новое. Наверное, современное, не знаю даже чего. Может быть, даже Apple Watch. Даже если это не будет работать так, как нам показали на презентации, то я думаю, что в течение 2-3 лет это все допилится. И представляете, что будет, опять же, через 5-10 лет. Я посмотрел на канале Just Use Саша, как он, собственно, высказался по поводу этой презентации, по поводу этих очков. И действительно, вот все, что он сказал, это то, как думаю я. Это действительно новый мир, новый мир, новая реальность. И мы в это входим. И это очень здорово посмотреть, как это все будет развиваться. Сейчас, скорее всего, разработчики сторонние подтянутся и выдадут кучу интересных приложений. Но, опять же, доступность этой гарнитуры немножко такая, да, пунктик, что это не каждый может себе позволить. Но, опять же, с каждым годом, по идее, технологии должны дешеветь. И можно будет выпускать более дешевую гарнитуру. Вот такая вот WWDC23. Первый день презентации. Мне, если честно, бы не понравилось без гарнитуры. Но, тем не менее, все, что показали, нужно изучать. Mac OS, iPad OS, iOS. Ставить, смотреть, тестить. Естественно, я поставил, как я уже сказал, iOS 17. Сейчас это видео сниму. И сразу же приступлю к видео про iOS 17. Чтобы это не пропустить, вам обязательно подпишитесь на канал. Поставьте там, не знаю, лайк, дизлайк. Ну, и, естественно, Telegram канал обязательно тоже нужно быть подписанным. Дальше больше. Всем здоровья и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok